Добрый день хочу вам рассказать каким образом завести в 1С зарплате управления персоналом редакция 3.1 зарплатный проект лицевые счета и организовать выплату сотрудникам зарплаты с помощью этого механизма достаточно просто это сделать давайте посмотрим во первых надо завести зарплатный проект это делается в пункте меню выплаты нужно нажать помню выплаты и здесь есть зарплатные проекты соответственно вы здесь можете выбрать организацию по которой вы будете заводить зарплатный проект вот допустим у нас уже филиал в волгограде обеспечен зарплатным проектом филиал в калининграде не обеспечен и вот в центральном офисе так сказать компании crown с тоже и зарплатный проект, но давайте заведем еще один. Нажимаем кнопку создать, у нас автоматически сюда подставляется организация и нам нужно выбрать банк. Вот мы можем открыть справочник банков, здесь они отсортированы все. По регионам вы можете загрузить классификатор, мы просто найдем Тинькофф банк и организуем зарплатный проект в нем. Дальше ставите галочку использовать обмен электронными документами и ставите номер заплатного проекта, допустим 55323, пусть вот такой будет номер и дата, пусть он у нас действует с 1 мая, ну 1 мая выходной, давайте с 30 апреля, вот так вот. Здесь нужно указать отделение, допустим там 01, если есть филиал и указать расчетный счет. Укажем вот так вот расчетный счет и здесь обязательно нужно указать какая система расчетов будет использоваться, если используется несколько, то нужно завести несколько. Вот таким образом это делается, все мы сделали, зарплатный проект готов, вот он так будет называться, Тинькофф банк, дальше идет номер договора и дата, когда он был заключен. Максимальная длина имени держателя карты, вот на это обратите внимание, да, там можно уменьшать, увеличивать, потому что в некоторых регионах есть действительно длинные имена и соответственно обращайте на это внимание. Записать и закрыть, все, зарплатный проект готов. Теперь нам нужно назначить сотрудников, которым будет выплачиваться зарплата по этому зарплатному проекту. Это можно сделать двумя способами. Первый способ это выбрать сотрудников поименно, да, там зайти в кадры, зайти в сотрудники. Давайте, допустим, назначим Захаркину, Савелию Павловичу. Здесь открыли мы Захаркина, Савелия Павловича, здесь есть выплаты и учет затрат. Вот нажимаете выплаты, учет затрат, у него стоит, как всем через раздатчик. Нужно поставить вариант зачислять через карточку и здесь поставить, выбрать, точнее, зарплатный проект в банк. Все, мы делаем номер счета, пишем какой-то и сейчас программа, программа нам скажет указан правильно или неправильно, там номер лицевого счета, проверит банковский биг и так далее. Все, мы завели, это первый вариант. Второй вариант, это когда мы берем, заходим в меню выплаты и здесь есть вот лицевых счетов. Точно также выбираем организацию, выбираем наш зарплатный проект, указываем месяц открытия, выбираем сотрудника и выбираем у него номер лицевого счета. Номер лицевого счета, на который ему будет перечисляться деньги и после этого он будет получать замечательную, прекрасную смс и радостно и довольный будет ходить на работу. Итак, сохраняем эти данные, ну, абсолютно идентичная операция. Что теперь? Теперь мы этому сотруднику начислим зарплату и организуем выплату. Давайте, зарплата, начисление зарплаты и взносов, создадим документ начисления зарплаты и взносов по организации Кронце, добавим нашего Захаркина, оплата по окладу поставим ему, автоматически подставится. Вот сумма такая и, соответственно, проведем этот документ. Все, мы ему начислили зарплату и теперь мы ее будем ему выплачивать. Также нажимаем выплаты, здесь есть ведомости в банк, соответственно, выбираем ведомости в банк, создаем новую ведомость, выбираем нашу организацию, выбираем наш зарплатный проект. Вот внимательно, да, к этому относитесь. И, соответственно, сейчас мы проверим месяц начисления, да, там вот это все произошло в июле, вот и, соответственно, дата, просто можно нажать кнопку заполнить. Все, данные заполнились, подставился его лицевой счет, поставилась сумма к выплате, если что-то с него взыскивали, то будет сумма к взысканию, то есть сначала там начислиться эта сумма, НДФЛ перечисления и так далее. Мы можем этот документ провести, мы можем распечатать список перечислений, да, там подписать его, отправить банк в этом впечатном виде и мы можем выгрузить файл, да, то есть выгрузить файл, специальный файл в специальном формате. Формат у нас указывается в зарплатных проектах, когда мы создаем зарплатный, зарплатный проект указывается стандарт электронного обмена с банком, вот сейчас версия 3.6, то есть в этом формате выгрузятся данные и, соответственно, этот файл прямо через систему обмена с банком, с платежными документами отправляете и у вас все спокойно будет работать. Соответственно, вы здесь можете всегда проверить, на какие лицевые счета все это зачислилось, какие суммы к выплате, к взысканию НДФЛ, какое перечисление и, соответственно, все данные вы можете сформировать. И в итоге вы можете загрузить подтверждение из банка, тоже специальный файл, вот, загрузить подтверждение из банка, которое вам, собственно говоря, подтвердит эти данные и все, что вы сделали в программе зарплаты управления персоналом вместе с обменом с бухгалтерской базой, перейдет туда и будет там работать. Вот так кратко работает это все. Соответственно, в выплатах вы заводите зарплатные проекты, в сотрудниках вы каждому сотруднику назначаете счета, либо в выплатах вы можете массово ввести лицевые счета. Дальше вы просто начисляете зарплату, вот, и выплачиваете ее. Единственное, что когда вы создаете ведомость в банк, вам обязательно нужно указать зарплатный проект, по которому выплачивается текущая зарплата. Если у вас есть какие-то вопросы по работе конфигурации зарплаты управления персоналом, если вам нужно настроить зарплатный проект, обращайтесь в компанию Кодрулайн, мы с удовольствием вам поможем. До новых встреч!